Читаю первое послание Коринфянам, 6 глава, 11 стих. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Бывало ли у вас такое, что какая-то, может, нехорошо это будет звучать, но тем не менее, избитая истина? Какая-то мысль, о которой вы, может быть, сотни раз слышали, но вдруг однажды она пронизывает вас и открывается совсем по-новому? Наверное, бывало, потому что мы такие люди, такими сотворил нас Бог, что Он дает нам время от времени узнавать что-то с новой стороны. И вот сейчас мы с вами читаем стих, который наверняка вы слышали много раз, и я его вместе с вами недавно даже слышал, неоднократно в проповедях. Но давайте мы задумаемся, у нас завершается служение, завершается день, который, так я смотрю, не только утреннее собрание, но и вечернее. Оно в той или иной мере было посвящено воспоминанию и превознесению подвига Иисуса Христа. И мы остановим свое размышление на великой, величайшей во Вселенной преображающей силе, с которой мы с вами имеем дело. На самом деле, величайшая во Вселенной преображающая сила доступна совсем небольшому, к сожалению, числу жителей этой планеты. Мы живем в таком мире, где вся цивилизация почти, по крайней мере, то, что мы называем цивилизованным миром, оно построено на способности людей преображать одни виды энергии в другие виды энергии. Я не буду сейчас каких-то глубоких тут и далеких от Евангелия размышлений проводить, но просто задумайтесь чуть-чуть на уровне школы, какого-то там класса. Посмотрите, люди тысячи лет жили, и все, что они от поколения в поколение передавали, это может быть как сошник заточить, как плуг как-то видоизменить, чуть лучше сделать. И когда люди научились преобразовывать энергию, это начали называть сначала научно-техническим прогрессом, потом сказали, это революция. Люди додумались, как тепловую энергию преобразовать в механическую, они построили паровую машину. Не помню кто, по-моему, УАД придумал, как это сделать, и все, началась революция, люди стали делать машины, паровозы, они ткали какие-то прялки, что они только не делали. Потом люди придумали, как механическую энергию в электрическую преобразовать, и еще дальше они шагнули. Потом они додумались, как атомную энергию преобразовать. Сейчас мы с вами, я просто вот смотрел на эту сцену и думаю, здесь единственный инструмент, который может сам по себе звучать, ничего не преобразовывая из одного вида в другой, и то этим не пользуется. Все остальное здесь стоит, и клавиши, и те барабаны, и эти доски со струнами, которые сами по себе не могут ничего сделать, если их не научить преобразовывать одно в другое. Мы стали заложниками этих всех технологий, мы не можем себе представить даже жизни, если отнять в один день возможность преобразовывать одно в другое. Люди придумали какой-то невзрачный серенький кремний, они сделали из него такое, что сейчас мы без этого не можем обойтись. У нас на этом кремнии основано почти все, начиная от вот этих маленьких телефонов и заканчивая огромными какими-то телевизорами или панелями, которые светят и показывают. По крайней мере поставили у нас в метрах в девятиста, в километре какую-то поставили панель рекламную, она ночью так светит, что у нас больше освещения, не надо включать свет, не надо ночник включать. Она где-то далеко не вижу, что она показывает, но она всю ночь мерцает, что-то мигает. Люди придумали, как это сделать, но проходя, изменяя, видоизменяя, их надо сдерживать, этих людей, потому что, дай им волю, они вообще перекроят все. Люди не научились изменять души, люди не научились преобразовывать самих себя. Они переворачивают все, они могут делать чудеса, они могут делать такое, что сами мы уже друг другу говорим 20 лет назад, мы не могли себе представить, что такое будет. Ни один фантаст не мог изобразить, как это будет. Мы теперь смотрим на те фантастические рассказы, которые 30 лет писались назад, 20 лет, и смеемся, потому что они изобретали, им казалось, что-то такое недосягаемое. Сейчас мы этим пользуемся, дети уже этим лучше умеют пользоваться, чем их бабушки. Но люди ничего не научились делать со своими душами. Люди, как были бессильны, так и остались в отношении своих собственных душ. И коринфяне были такими людьми. Исправительно-трудовые, так называемые, колонии не исправляли людей. Они ничего не могли сделать с их невнутренней природой. Коринфяне, которым писал Павел, они были такими людьми. Мы с вами прочитали 11 стих, и такими были некоторые из вас. Но когда вы прочитаете 9 и 10 стихи, какими они были? Этот список впечатляющий. Некоторые вещи не хочется в церкви вообще произносить. Но я прочитаю, какими были эти люди. Блудники, идолослужители, это 9 стих. Прелюбодеи, малаки, мужеложники, 10 стих. Воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые, грабители. И Павел говорит, и такими были некоторые из вас. Вот этими ужасными грешниками вы были. И что потом случилось? Почему он говорит, были? Почему он не говорит, хотя выше он укоряет их, упрекает, у них были проблемы. Но он говорит, вы были такими людьми. Что случилось с вами? И Павел говорит, но, но, он три раза вставляет этот союз. Но, но, омылись, но, осветились, но, оправдались именем Господа нашего, Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Это удивительно. Это удивительно, как ужасные грешники могут превращаться в замечательных святых людей. И мы несколько минут посвятим вот этим словам апостола Павла. Он говорит, но омылись. Хотя я не думаю, что порядок, в каком он приводит эти этапы преобразования, имеет какое-то значение. Тем не менее, давайте мы так по порядку и посмотрим. Но омылись. Во все времена, и сейчас, и раньше, омовение, как в прямом, так и в переносном смысле, всегда было символом очищения. Оно буквально означает очищение. Оно переносно означает очищение. Но когда Писание говорит, когда мы говорим об омовении, мы говорим, в первую очередь, мы понимаем под этим очищение какое-то. И Павел говорит, что вы омылись. Вы омылись. От чего омылись? Понятно, что от грехов. Понятно, что от всех тех преступлений. Потому что грех – это нечто омерзительное в глазах Бога и людей. Грех – это не просто какое-то нарушение, которое мне вредит. Грех – это мерзость, это то, что отвратительно, в первую очередь, в глазах Божьих. Но и в глазах окружающих людей. Очень многие вещи люди не принимают. Хотя, чем дальше развивается наша цивилизация, тем больше мы видим приемлемым становится, терпимым становится в этом мире. Люди черное начинают называть белым, а белое – черным. То, что всегда было злом, люди начинают называть правдой, а то, что было правдой, люди начинают называть злом. Но все-таки остается еще целый ряд поступков, которые люди признают грехами. По крайней мере, я могу говорить о некоторых людях. Я знаю человека, который, хотя и сам очень пристрастен к алкоголю, раньше был. Но удивительное дело, когда он шел трезвый и видел кого-то валяющимся пьяным, Слышали бы вы, с какими речами он обращался, как он про себя возмущался, как он громко этого человека обличал. Даже не ему, а просто шел. И как же так можно? Хотя сам он точно в таком же состоянии мог находиться. Но люди, сегодня уже дважды это звучало, и можно и третий раз процитировать, Люди далекие от Бога, они очень хорошо замечают проступки других людей. Себя они не видят. И тем не менее, в глазах этого человека пьянство, будучи сам связанным этим грехом, Пьянство ему казалось омерзительным, греховным, злым чем-то. Люди замечают это, но ничего с этим не могут сделать. Мы понимаем, что грехи оставляют на человеке пятна. Грехи делают человека нечистым, грязным. Я никогда не жил в деревне, возможно, вы поправите меня, Но насколько я вижу из Библии притчи или такие цитирования басен греческих, Я никогда не слышал, чтобы свинья вылизывалась или вылизывала своих поросят. Может быть, кто жил в деревне, кто-то это видел, я не видел, не слышал, не знаю о таком. Они этим не занимаются. Для них быть в грязи – это нормально. Наоборот, я видел видеоролики, где свинью мыли, чистили, чистили, Ее потом отпускают, она бежит в лужу, валяется, все точно, как у Петра написано. Петр, в свою очередь, цитирует одну греческую басню, Где рассказывается о свинье, которая пошла в баню, А потом вышла в высокий свет, А потом долго не могла сдержаться между дамами светскими, И увидев ближайшую лужу, бросилась туда и начала валяться. Но я видел кошку, у нас на работе живет одна кошка, Она там живет раньше, чем люди там появились, И вот я видел, как эта кошка, ну она там местная, А мы уже там все пришельцы. Я видел, как она вылизывается. Она однажды там занимается ремонтом двигателей, Она однажды залезла, еще сейчас она уже аккуратная, А тогда она еще не разобралась, что за новые жители появились. И она залезла куда-то, и в общем, однажды она появилась вся в масле машином, Вся грязная, и ей кличку дали «Мазута», Так ее и зовут до сих пор. Но видели бы вы, с каким отвращением она к этому всему относилась. Она делала несколько шагов, садилась, начинала вылизываться, Вставала, шла еще несколько шагов, опять садилась, Было видно, что она не может смириться с таким своим состоянием. Она ходила, она вылизывалась, она как-то терлась, валялась по земле, Потому что она не могла понять, что произошло. Ее не устраивало такое положение, и она ничего с этим не могла сделать. Прошло достаточно много времени, когда более-менее где-то дождями, Где-то еще чем-то она привела себя в порядок. Мы говорим, может быть, немножко так легко говорим, Но когда мы переходим сейчас к нашему состоянию духовному, Мы видим, что человеческая душа не может быть ничем очищена. Чтобы люди не предпринимали, чтобы они не говорили, Грех оставляет пятна на человеческой душе. Грех делает это, и мы не можем с этим ничего поделать. Мы не можем, у нас нет средства чиститься. Люди могут забыть, люди могут игнорировать, Люди могут не обращать внимания на свои грехи, Делать вид, что этого не произошло. Люди могут перестать делать грехи, какой-то тот или иной грех. Но люди заблуждаются, если они думают, Что перестав делать какое-то нехорошее дело, Они освободились от этого дела. Пятна остаются до самого суда. До великого Божьего суда, Когда все народы предстанут перед Белым престолом. Эти пятна греха остаются на человеке, И человек ничего не может с этим сделать. Пусть он будет семи пядей во лбу, Пусть он научится преображать все во все на этой земле, И постигнет высочайших технологий, Но он ничего не сможет сделать с вот этой своей душой. И только кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего, Очищает от всякого греха. Мы привыкли, мы знаем наизусть слова апостола Иоанна Из первого послания, первая глава. Если ходим, седьмой стих, Если ходим во свете, Подобно как он во свете, То имеем общение друг с другом, И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. В девятый стих, если исповедуем грехи наши, То он, будучи верен и праведен, Простит нам грехи наши, И очистит от всякой неправды. Эти привычные слова на самом деле Показывают нам величайшую преображающую силу. Силу очищать грех, Силу делать человека чистым. И апостол Павел говорит об этом. Он говорит Коринфянам, Вы омылись. Вы омылись, вы стали чистыми. Те, которые не пережили этого очищения, Наверное, если здесь есть в этом собрании такие люди, Вы не поймете, о чем идет речь. Вы не поймете, но те, которые пережили, Те, которые ощутили на себе, Может быть, физически ощутили эту чистоту, Вы вспомните это ощущение. Может быть, оно за ежедневными нашими какими-то делами, Оно где-то потускло, оно где-то притупилось, это ощущение. Но освежите его сегодня. Но омылись. Вспомните, может быть, пусть ассоциации будут с нашими телами, Которые где-то после тяжелого труда, Мы чувствуем, какое оно грязное, Оно неприятно нами. И потом мы омыли это тело. И мы выходим свежие, мы выходим благоухающие. Какое приятное ощущение. Насколько несравненно, я бы сказал, Более приятно, когда человек очищается от греха, Когда он в раз становится свободным, Чистым, чистым, зеркально, кристально чистым. И это делает кровь Иисуса Христа. Он больше не нуждается в том, Чтобы как грешник самоправедностью Растирать грязной тряпкой эти пятна. Все, что он может сделать, он просто может их размазать по себе, Сделать не такими четкими, Но больше он ничего не сделает. А тот, который пришел ко Христу, Тот, который прибегает к Нему, Он может сказать о себе, Я очищен, Я стал чистым, На самом деле чистым, В глазах Бога. И люди это заметят. Павел дальше говорит, Но осветились. Снова вспомните 9-10 стихи. Но осветились. О ком это говорится? Кого он называет святыми? Осветились, значит, стали святыми. Кого? Вот этих вот блудников, Идолослужителей, Прелюбодеев, Малакий, Мужеложников, Воров, Лихаимцев, Или ростовщиков, Бог бы сегодня сказали, Пьяниц, Злоречивых, Грабители. Вот эти вот люди Осветились, Стали святыми. Как они стали святыми? Может быть, В результате изнуряющих постов? Нет, Павел об этом не говорит. Может быть, Эти люди добродетельностью Прославились? Нет. Может быть, Чудотворцами стали такими, Что слава пошла по земле, И святыми их причислили К лику святых? Нет. И скажу попутно, Одно из, наверное, Самых больших отклонений От истины В традиционных церквях Православной, Католической. Вы знаете, Почему они чтут святых? Почему они к ним прибегают? Почему они молятся к ним? У них есть основания для этого. Это не просто выдумка какая-то. Вот решили, Давайте будем молиться К таким и таким людям. Эти люди учат, Они говорят, Что некоторые люди Сделали так много доброго В своей жизни, Что переполнили меру добра, Которая требовалась от них Богом. Они стали сверхправедными. И вот эта их сверхправедность, Как бы избыток, Бог ее может засчитывать Теперь другому человеку, Недостаточно праведному. И другой человек, Я, Вы, Мы можем к святому Николаю, К святой Матрёне Приходить в молитвах и говорить, Чтобы она вот этой своей сверхправедностью Компенсировала наши недостатки. Какое глубокое заблуждение. Люди думают, Что они могут превысить Божьи требования. Они могут сделать больше, Гораздо, чем Бог от них требует. Какая большая ловушка для душ человеческих. Но Павел говорит совершенно о другом. Он говорит, Вы осветились Именем Иисуса Христа, Господа нашего Иисуса Христа, И Духом Бога нашего. Нет другого способа осветиться, Нет другого средства стать святым, Как только именем Иисуса Христа И Духом Бога нашего. И те, которые склонились перед Ним, Те, которые, Как тот разбойник в тюрьме, О котором брат рассказывал, Перед прусским королём, Признались, Что они недостойные, Что они негодные люди. Эти люди Могут осветиться. Подобно Кодильницам, Грешников Во времена Моисея. Помните, Интересный эпизод Произошёл, Когда Люди восстали Против Моисея Старейшины, Корей И сообщества. И они вышли с кодильницами. Их много там было, 250 человек. И огонь Божий сошёл. Эти люди Принесли чуждый огонь. Огонь Богопротивления. Но Потом произошло удивительное. Мы читаем 16 глава. Чисел. Когда они были сожжены, Когда они за своё преступление Понесли наказание, Что случилось с их кодильницей? С теми кодильницами, Которые содержали чуждый огонь. 16 глава. Чисел. 37-38 стихи. Скажи Елеазару, Сыну Аарона, Священнику, Пусть он соберёт Медные кодильницы Сожжённых И огонь выбросит вон. Ибо Осветились Кодильницы Грешников этих Смертью их. И пусть разобьют их В листы Для покрытия Жертвенника. Ибо они принесли Их пред лицо Господа. И они сделались Освящёнными. И будут они Знамением Для сынов Израилевых. То, Что принесено было Перед Божьим лицом, Осветилось И стало покрывать Жертвенник. И на этом Жертвеннике Горел огонь Божий. И на тот Жертвенник, Покрытый Листами Из меди Этих Кодильниц Приносили Святые Богу Угодные Жертвы. Вот что Происходит С грешником, Который Приходит Перед Богом. Который Слагает Свои Грехи У ног Божьих. Бог Освящает Его. И Бог Этот человек Дает Богу Возможность Расплющить Его. Пусть он Превратится В плоские Листы Меди. Но он Покроет Жертвенник Божий. И на этом Жертвеннике Тогда будет Уже Святой Огонь Гореть. И не Угасай. И на этом Жертвеннике Бог будет Принимать Жертвы Угодные Богу. До тех Пор Пока Человек Ходит Со своей Кодильницей. Пока Он Машет Перед Богом И думает Что он Угождает Этим Богу. Этот Человек Будет Оставаться Грешником. Но Когда Он Распластается Перед Богом. Когда Он Скажет Я Не Достоин Ничего. Он Будет Достоин Покрывать Божий Жертвенник. И Последнее Что говорит Павел Он Говорит Оправдались Но Оправдались Именем Господа Иисуса Христа И Духом Божьим И Духом Бога Нашего. Грехи Омерзительны Противны Но Это Только Пол Беды. Страшно То Что за Грехи Грядет Наказание Это Правда Это Правда Которую Открывает Библия Который Должен Мир Знать Грех Бог Будет Судить Это Одна Из Частей Евангелия Которой Мы Не Можем Молчать Мы Не Можем Говорить Только То Что Бог Любит Людей Мы Должны Говорить Что Бог Будет Судить Людей Так Проповедовали Апостолы Апостол Павел Говорил Что Бог Назначил День В Который Он Будет Судить Вселенную Посредством Предопределенного Им Мужа И Поэтому Он Призывает Людей Покаяться И Имя Иисуса Христа Может Оправдать Человека То есть Сделать Человека Невиновным В глазах Бога Сделать Человека Не Только Чистым Не Только Святым Но И Оправданным Перед Верховным Судом Это Значит Что Такому Человеку Нет Осуждения Это Значит Что Такой Человек Перешел От Смерти В Жизнь Что Такой Человек На Суд Не Приходит И Все Это Все Это Есть Следствие Величайшей Преображающей Силы Той Силы Которой Мы Сами Не Обладаем Той Силы Которую Мы Нигде Не Можем Приобрести Ни В Недрах Земли Ни В Небесах Ни В Далеком Космосе Ни В Микромире Но В Евангелии Обращаясь К Нему Взывая К Богу Мы Становимся Причастниками Этой Силы Силы Которая Может Изменять Души Сила Которая Может Освобождать Человека Делать Его По-настоящему Свободным Свободным Внутри Свободным В своем Сердце Свободным Делать Правду На этой Земле И Сейчас У нас Будет Время Мы Будем Молиться О нуждах Мы Будем Молиться Богу И Будем Благодарить Его Но Возможно В этом Собрании Есть Которые Еще Не Познали Этой Преображающей Силы Силы Которая Сегодня В этот День Может Изменить Человека Совершенно Изменить Которая Может Камень Превратить В мягкое Способное Слышать Бога Сердце Если Такие Люди Есть И готовы Сегодня Обратиться К Богу Смиренно В молитве Покаяния Мы Готовы Вас Поддержать И молиться Вместе С вами Мы Готовы Призывать Имя Божье Чтобы Имя Иисуса Христа Омыло Чтобы Имя Иисуса Христа Осветило И Оправдало Вас Дайте Знать О себе И мы Будем Молиться Иисуса Продолжение следует...